Hey guys, с вами Егор, и сейчас мы с Юлей находимся в аэропорту. Давно тут не была, даже забыла каково это, путешествовать в другие города и страны. Как раз вспомнишь, ведь сегодняшнее видео посвящено типичным словам и фразам, необходимым для аэропорта за границей. Вы смотрите шоу-прогульщики на канале Puzzle English. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайк. Let's get it started! The first thing you need to do in the airport is to check in for your flight. After that, you have to hand over the luggage. To check in значит зарегистрироваться. В момент регистрации на рейс у вас проверят паспорта, выдадут билеты, а если попадется добрый сотрудник аэропорта, еще и спросят о желаемом месте на борту. By the way, Егор, do you prefer the window or the aisle? I usually take the place near the window, and you? I'm a bit afraid of heights, that's why I go with the aisle. Запоминаем. The window называют место у окна, а the aisle – это у прохода. А вы, друзья, где предпочитаете сидеть? Пишите в комментариях. To hand over the luggage переводится как сдавать багаж. Также стоит отметить, как на английском будет ручная кладь. Это hand baggage. Baggage и лаггидж, если что, являются синонимами. А I'm afraid of heights означает «я боюсь высоты». Кстати, если ваш багаж вдруг превысит лимит авиакомпаний, не пугайтесь. Сейчас мы научим вас фразам, способным помочь в подобной ситуации. Чаще всего нормой багажа на каждого пассажира считается 23 килограмма. Если же у вас больше, сотрудник аэропорта скажет что-то вроде «you have access baggage». То есть, ваш багаж превышает допустимый вес. В таком случае у вас два пути. Переложить несколько вещей во второй чемодан при его наличии или заплатить за лишний груз. В первом случае вы можете сказать «I'll take out some of my stuff and put it in another luggage». В противном же смело спрашивайте «How much is the charge?» After handing over the luggage, the passenger should pass through the airport security gates to the waiting lounge. And there comes my favorite part, my one and only, duty-free. Oh, Joy, you are such a shopaholic. Security gates – это многочисленная проверка в аэропорту. Там и металлоискатели, и новейшая аппаратура со встроенным сканером, что угодно. А waiting lounge – это и есть тот самый зал ожидания с ресторанами, кафе и моими единственными и неповторимыми duty-free. Кстати, вы знаете, почему эти магазины называются duty-free? Сейчас расскажем. Duty-free – это система беспошлиной торговли на бортах самолетов и в аэропортах. Беспошлиной она зовется, потому что не включает в себя налоги, увеличивающие стоимость товара. То есть продукция duty-free оказывается намного, намного дешевле аналогичных товаров во простых магазинах. А дословно duty and free переводится как долг и свободный. То есть свободный от долга. And now the most important thing is not to be late for the boarding. That's the main reason for flight information monitors and announcements. Boarding – это посадка. Момент, когда вы переходите из зала ожидания на борт самолета. А flight information monitors и announcements – это ваши главные помощники, чтобы не упустить свой рейс за прилавками duty-free. Ну что, мы искренне надеемся, что этот ролик пришелся вам по душе. И оказался полезным. Дайте знать в комментариях, в какую страну вы хотели бы отправиться прямо сейчас. А с вами были Юля и Егор. До новых скорых встреч. Bye-bye, see ya! Субтитры подогнали Симон.